Очередное заседание регионального правительства в основном было посвящено рассмотрению законодательных актов социальной направленности. Естественно, что финансовое обеспечение социальных статей областного бюджета – одно из приоритетных направлений в работе правительства. О чем и зашла речь в самом начале заседания, который открыл председатель правительства области Владимир Разумков. Первый вопрос. О проекте распоряжения правительства Ульяновской области об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первое полгодие 2022 года. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Наталья Брюханова, по сравнению с прошлым годом поступлений в областной бюджет увеличились на 4 миллиарда 940 миллионов рублей. Основные статьи расхода, как и прежде – социальная сфера, развитие дорожной сети, финансирование культуры и туризма. Кстати, сейчас Ульяновская область в соответствии с поручением президента реализует на своей территории несколько направлений развития детского туризма. Мы реализуем проекты «Роки краеведения», в частности, которым уже на сегодняшний день порядка трех тысяч школьников смогли проехаться по нашей области, посмотреть на основные объекты туристического показа, которые в том числе включены и в школьную программу. Есть и другие проекты, связанные с промышленным туризмом. Еще одно важное направление, рассмотренное на заседании регионального правительства, касается вопросов трудоустройства инвалидов. Так, с 1 сентября этого года вступают новые правила, согласно которым квота для инвалидов будет считаться выполненной, когда конкретный человек с ограниченными возможностями здоровья устроится на работу к определенному работодателю. Основная проблема, конечно, это организация такого рабочего места, потому что есть специфика у людей с ограниченными возможностями, поэтому, конечно, это нужно вкладываться. Новые правила, рассчитанные на то, чтобы работодатель сумел заинтересовать соискателей рабочих мест дополнительными социальными гарантиями, комфортными условиями труда, либо высокой зарплатой. Владимир Коршунов, Анатолий Рассохин. Специально для Улправда ТВ.